всем привет мы продолжаем смотреть жемчужины шахмат на этот раз белым играл родзинский а черными алёхин причем партия вот эта была показательная игралась в париже в кафе рижанс и соперник алёхина родзинский играл белыми ну а алёхин естественно черными и давайте посмотрим что было в этой партии был такой забавный курьез по ходу покажу и объясню и так родзинский пошел е4 е5 ответил алёхин делаем первые ходы видим что защита филидора или что-то в этом духе слон g4 ферзь b3 нападение на f7 поэтому алёхин защитил и родзинский пошел конь g5 примитивная тактика потому что белые не развивают фигуры а теми которые уже вывели ходят второй раз это неправильно последовательнее конечно было вот тут сыграть ферзь бьет b7 но после ладья b8 ответ 1 ферзь a6 слон бьет f3 gf слон е7 d3 теперь черные делают такую небольшую перегруппировку слона ставит на f6 например конь d2 конь е7 и и компенсация за пешку должна быть у черных в этой позиции потому что королевский фланг белых разрушен там вот поле h3 слабое и так далее белым еще придется решать проблемы и конечно не проходило вместо конь g5 как в партии слон бьет f7 ввиду ферзь бьет f7 ферзь бьет b7 вводе нападение на ладью и на коня но король d7 ферзь бьет a8 слон бьет f3 gf ферзь бьет f3 у белых тоже ладья под боем ладья g1 но ферзь бьет e4 король d1 шаг обратно e4 и очень сильна угроза от которой не видно защиты а именно это конь e5 конь d3 очень неприятно и очень сильно и это мягко говоря не устраивает белых у них лишнее качество но их не король попал в беду так делать тоже не надо было ферзь d7 и белые как я сказал сыграли конь g5 наваливаются на пункт f7 конь a6 ну надо защищать и последовало слон бьет f7 белый продолжает гнуть свою линию ошибочную ну еще хуже было конь бьет f7 можете нажать на паузу и поискать аж почему довольно таки простенько все дело в том что конь a5 конь a5 а потом на f7 упадет и там говорит не о чем слон бьет f7 конь бьет f7 конь бьет f7 и вот тут вот в этой позиции произошел курьез редкое явление алюхин зевнул вот в этой позиции дело в том что он сыграл ферзь бьет f7 ферзь бьет f7 идея была очень симпатичная сейчас в партии увидим в чем дело красивая идея так сказать очаровала алюхина и он пошел на нее но сразу выигрывала слон e6 алюхин этого хода просто не увидел вот такое вот редкое явление слон е6 это просто двойной удар на коне и на ферзе просто лишняя фигура и говорить не о чем уже можем было сдаваться белым а алюхин увлекся другой идеей на коне f7 он сыграл ферзь бьет f7 про слон е6 он не подумал а может видел я же говорю это была показательная партия нетурнированная может решил сыграть покрасивее ферзь бьет b7 король d7 нечто аналогичное мы увидели в варианте который был ранее алюхина увлекла жертва ладьи a8 ферзь бьет a8 разинский взял ферзь c4 ферзь c4 очень неприятно грозит мат вот отсюда надо защищаться разинский сыграл f3 ну как бы а что еще делать да но продолжение комбинации алюхин не становился лишь на жертве ладьи a8 все было продумано все было продумано другое дело что слон е6 не увидел последовало конечно слон бьет f3 дело в том что вот может показаться что сильно и конь d4 конь d4 вроде сильно но ошибочно ввиду сильного ответа d3 ну взяли опять грозит мат в чем дело но cd слон бьет f3 и находится защита конь c3 конь успел защитить на е2 мата нет и на d1 тоже защитил мата нет потому на f3 именно слон бьет f3 именно так надо играть грозит мат значит надо брать и теперь конь d4 грозит мат как защищаться единственное это d3 другого просто не придумать если взять cd кстати насчет того ошибся вот именно что на конь d4 надо было брать вот как говорится вот тут как раз таки неправильно было за белых взять этого коня и не получить мат дело в том что cd ферзь бьет c1 король е2 ферзь бьет h1 черные отыграли материал они всего лишь без пешки всего лишь но наш 2 висит король какой-то непонятный ферзь его сейчас зашахует замучает и так далее ну еще была какая-то игра а вот именно как раз таки после d3 игра заканчивается ферзь бьет d3 грозит мат белые взяли и последовало слон е7 слон е7 и на этом конец у белых под боем ферзь и грозит мат слон h4 защиты нету вот в этой позиции ну а разинский доиграл до конца он взял ладью и получил мат слон h4 белому королю некуда уходить вот такую вот партию сограла алёхин всего 15 ходов но что удивительно вот все таки алёхин тоже не железный не робот тоже мог ошибиться вот в этой позиции опять-таки место ферзь бьет f7 жертвы ладью и слона на f3 был простой ход слон е6 ну а алёхин зевнул бывает на этом все всем пока